В Сенбурге сегодня обсуждали нашумевшую инициативу общественной палаты форсайт-проект «Детство-2030». По нему, в частности, предполагается вживлять детям специальные чипы и закачивать туда информацию. Кроме того, само понятие «семья» предлагается признать устаревшим. Против этого проекта уже выступили уральские родители. Они предлагают свою альтернативу. Какую, выясняла Алена Васильевых. Это сайт нового форсайт-проекта «Детство-2030». Его предлагаемые идеи – настоящий вызов общественности. Делится мнением председателя Екатеринбургского родительского комитета. Во-первых, через 10 лет, прежде чем родить и воспитать ребенка, у родителей должна быть лицензия. Во-вторых, разработчики форсайт-проекта предлагают встраивать в кору головного мозга ребенка специальные чипы. 2018 год. Устройство для загрузки информации на кору головного мозга. Это я не бред говорю. Это форсайт, который толкает общественную палату. Эксперименты с чипами идут вовсю. В мозг мыши вживили микросхему. Получилось радиоуправляемая мышь. Теперь таких грызунов планируют использовать для поиска пропавших под завалами людей. Микрочипы вживляют и людям. Мозг еще плохо изучен, чтобы контролировать его полностью. Но влиять на некоторые процессы можно. Детство 2030. Что кроется за этим привлекательным названием? В чем суть и в чем опасность этой инновации? Что можно противопоставить ее введению? Такими вопросами задалась наш корреспондент Светлана Ладина. Ее сюжет продолжит тему. У тех же, кто форсайт проект детства 2030 и видел и слышал, первая реакция, как правило, следующая. Это или бред, или провокация, или фантастика. У кого-то возникают ассоциации с произведениями Оруэла, братьев Стругацких или Юлии Вознесенской. Однако поддержка проекта Общественной палатой России говорит о том, что все более чем реально. Не провокация, это реальный проект, который пытались на самом деле протащить. Еще в мае 2010 года Сергей Владимирович Писарев, президент фонда «Русский предприниматель», узнал о проекте, призванном на первом этапе разрушить традиционные семьи и отнять детей у родителей, а завершиться поголовной чипизацией и генной модификацией детей еще в утробе матери. Однако все попытки бить тревогу тогда успехом не увенчались. Люди не верили в то, что подобное возможно. Сомнения рассеялись после того, как форсайт-проект детства 2030 был представлен на выставке «Экспо-2010» в Шанхае в качестве российской инновации, а на декабрь минувшего года было назначено его рассмотрение Государственным советом. «Русский павильон «Экспо-2010», пресс-центр РИА Новости» в Шанхае. Хочу вас познакомить с нашими гостями. Сегодня у нас в студии присутствует Светлана Сергеевна Журова. Вице-спикер Государственной Думы Российской Федерации. Член общественной палаты Александра Васильевна Ачирова. Член общественной палаты Леонид Константинович Гусельников. ...мира в целом. Только тогда его жизнь будет осмысленной и комфортной. И вот в этом смысле духовное, нравственное, культурное просвещение очень важны. Я бы заканчиваю и хотел еще раз поддержать тот мегапроект, который здесь уже представлен. Мегапроект детства, с которым выступила Алина Радченко. Мне кажется, что методически и технологически он дает возможность на уровне социального проектирования решать задачи и проблемы, о которых мы сегодня говорили. Спасибо. Спасибо. Москва, Вам слово. Спасибо. У нас есть... Я сейчас придаю слово Сергею Алексеевичу Субботину. Пожалуйста. Мы продолжаем эту тему о пересмотре роли и мест детей в современном мире, потому что дети – это и есть будущее. И смотреть в это будущее нужно через призму детства. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. На мой взгляд, очень хороший, очень перспективный и заманчивый для Мурманска пилотный проект предложен детство 2030. Я думаю, что в самой ближайшей неделе мы рабочую группу в Мурманске проведем, установочное всещание будет. И там мы как раз будем рассматривать, что в реальном городе мы можем сделать для вот этого погружения детей во взрослую жизнь. Как создать те самые порталы, то есть места соединения взрослой жизни с детской, которые позволят не с позиции взрослых, не с позиции силы, не, так сказать, надменно с позиции более умных, а на равных позволить детям погрузиться в нашу жизнь. Добрый день, уважаемые коллеги. Для родителей будет учреждена проверка их знаний и компетенций. Означает это, что родители, оказывается, не имеют изначально никаких прав на ребенка и обязаны еще доказывать государству, что имеют право его воспитывать. Ну, это могло бы показаться бредом, да, но мы знаем уже о ювенальной системе. Как раз она на это и направлена. И под предлогом защиты прав ребенка она будет разрушать семьи и служить тому, чтобы изымать из семьи и отрывать от родителей детей. Проводом для этого является обычно ненадлежащее содержание и ненадлежащее воспитание. Это как раз и будет символизировать, значит, безответственность родителей. Ну, под ненадлежащим содержанием понимаются трудные жилищные материальные условия семьи. Ну, а под бедность в России легко подогнать там большинство, где-то процентов 70 семей, наверное. В том числе туда входят, войдут практически все многодетные семьи, неполные семьи, где ребенка воспитывает один из родителей. Таких семей у нас более 30%. Из этого, понятно, ребенка можно отобрать у любого. Система тотального изъятия детей с передачей их в воспитательное сообщество уже полным ходом создается под непосредственным руководством официального главного детского омбудсмена Павла Астахова. Выработку вот этой новой стратегии, которую мы могли бы обратить главам различных государств. То есть Россия как основной инициатор этой повестки дня, как площадка, которая позволяет эту работу организовать. И по результатам ее работы, я надеюсь, что с этим может выступить даже президент России, когда приедет туда на день празднования Дня России 28 сентября, он бы мог выступить к международной общественности, к главам государств, новой инициативы формирования повестки дня в отношении детства. Как основному стратегическому ресурсу человечества, который сегодня требует основных социальных инвестиций. И цель проекта не скрывается. Там прямо написано, что цель это выращивание из наших детей, цитирую, конкурентно способного человеческого капитала. То есть человек рассматривается не как нечто самодостаточное, как личность, как творение Бога, в конце концов. А рассматривается как человеческий капитал. То есть какая-то материальная стоимость, которая при соответствующих инвестициях может приносить своим владельцам, а хочется сказать раба, владельцам более высокую прибыль. Ну как корову кормят, чтобы подоить, например, машину, чтобы ездила. Бензином заправляют. И наших деток, которые к 30-му году станут вполне взрослыми и годными для эксплуатации, планируются соответствующим образом к этой роли готовить. Как раз форсайт проект, это как раз вот такая подготовка. Все говорят, умные люди, что главными и прорывными технологиями, инновациями в 21 веке будут социальные технологии, то есть нечто вложение человека. Так вот вложение человека они понимают в производстве биоробота, которых мы сможем поставлять во все цивилизованные страны. Значит, я немножко просто переговорю то, что скажет наверняка Максим Калашников. Он в Шанхае побывал на нашей этой выставке. Там есть город детства. Не скрывается, что город детства, этот паэльон, город детства, создан в рамках, ну, сразу же так человеку не скажешь, что детишкам вживлять, так сказать, чипы будут. А надо к этому готовить. Вот города, которые строят дети, как им нравится. Не знаю, как там всякие, да, все прочее. Но там есть и девочка к компьютеру, у которой чип в мозге, и она имеет возможность пообщаться со всем миром. Лапочка такая. Будущая русская девочка. Некоторые семьи, которые воспитывают детей в религиозной традиции или в соответствии с национальной культурой, станут всему этому сопротивляться. Ну, таких консерваторов детей просто-напросто принудительно будут изымать с использованием ювенальных технологий, передавать под опеку воспитателям, и тогда уже решение о стерилизации ребенка будут принимать они. Кстати, закон о принудительной стерилизации уже готов и передан в Госдуму. Ну, а в качестве развлечения, чтобы не было так скучно и одиноко, любой сможет заводить ребенка-робота или виртуального ребенка в компьютере. Вот. Об этом тоже говорится в дорожной карте. Но у нас опыт есть. Помните, одно время было повальное увлечение тамогочин. Вот будет у вас семья. Ювенальная система уже в Европе, вот, хотя бы он не даст соврать, считается одним из главных антидемографических показателей, поскольку дети, которые выросли в семье, зная, что они терроризировали своих родителей, угрожали им, пока не стали сами взрослыми, они своих детей заводить просто не спешат, это не нужно. Но для этого, наверное, прилагается, например, робот-ребенок. Вы знаете, что уже создан для, извините, сексуальных у тех, движущихся и говорящих уже, эти самые куклы, стоит она, правда, сейчас немного, японцы уже сделали, 7 тысяч всего долларов стоит, грозятся довести до 1000, и пустить в классовое производство. Вот. Следующий этап, это робот-ребенок, то есть это такой, знаете, телесный вариант тамогочек, которым можно будет поиграть с тем семьями, которые отказались от детей. Ну, по няньке-то хочется, женщину не переделаешь. Нет, там на родительстве надо будет сдавать экзамен. Нет, это само собой, да. Я уже говорил об этом, что на родительстве, на право не только воспитывать, но и родить ребенка, она будет сдавать экзамен. Который будет принимать заинтересованные лица. Да, ну и робот-няня, это вообще финал. То есть железяке доверить, собственно, воспитанию своего ребенка первичное, когда закладываются у него все понятия добра и зла. Выработку вот этой новой стратегии, которую мы могли бы обратить главам различных государств. То есть Россия как основной инициатор этой повестки дня, как площадка, которая позволяет эту работу организовать. И по результатам ее работы, я надеюсь, что с этим может выступить даже президент России, когда приедет туда на день празднования Дня России 28 сентября, он бы мог выступить к международной общественности, к главам государств, новой инициативой формирования повестки дня в отношении детства. Как основному стратегическому ресурсу человечества, который сегодня требует основных социальных инвестиций.